Если вы смотрите мой видос, это означает, что вы столкнулись с той же самой проблемой, с которой столкнулся я. У вас есть гараж, вы решили утеплить ворота в этом гараже. Сделать вы это хотите как можно лучше, а потратить на это как можно меньше. Я уже эту проблему для себя решил, и решил поделиться с вами своим качественным опытом. Варианты с развешиванием шторы из солдатских одеял я вообще в качестве варианта не рассматриваю. Ворота при покупке гаража не достались в ужаснейшем состоянии, они вообще не открывались. Петли зажжавели и закислили настолько, что их пришлось срезать, покупать новые и варивать. Но это все равно не решило проблему с воротами окончательно. У них был довольно хлипкий каркас из 50-го уголка. Чтобы привести их в такое божеское состояние, я прямо по месту вваривал каркас вовнутрь из противной трубы 40х40. И только после этого они уже были готовы к процессу утепления. Четкого плана по утеплению ворот изначально у меня не было. Пытался я сначала залить вот эту часть полинором, но от этой идеи отказался. Во-первых, как вы увидите, там получилось довольно неаккуратно. А во-вторых, дорого. То есть, представьте себе, эту верхнюю часть над створками в ворот, она всего ничего по площади. А на нее ушел целый баллон. А баллон этот стоит там в районе 500 рублей. Я уже там точно не помню плюс-минус. И представьте себе, сколько ушло бы это на ворота. У напыляемой пены такой есть, конечно, свой плюс. Не будет оседать никакой конденсар. То есть, она герметично закрывает тот металл, на который попадает. Но есть минус эта дороговизна. Почему сначала УСП плита, а потом вот этот вот утеплитель отражающий? А дело все в том, что он так эффективней работает. Может быть, это с чьей-то точки зрения смотрится похуже, чем УСП обшить. Но я сначала, когда обшил УСП, ну, сначала мне это показалось красиво по сравнению с тем, что было до этого голые ворота металлические. А когда глаз немного привык к УСП, ничего такого красивого я в этом уже не видел. К тому же гараж это техническое помещение. Здесь, конечно, важна в какой-то степени эстетика. В помещении, которое радует глаз, конечно, работать приятнее. Но во всем надо знать меру. И я считаю, что в таком виде это тоже смотрится достаточно неплохо. К тому же у меня тут очень много всяких стыков. Например, там сейчас не видно в камеру с края ворот. Там щели, которые наглестами из этого утеплителя закрылись. Есть еще один положительный момент. Если бы ворота оставались бы просто там покрыты УСП плитой, так как приходится работать, рано или поздно я бы их чем-нибудь заговнял. А лист УСП, он все-таки стоит дороже. И заморочек больше с тем, чтобы его поменять. Пришлось бы чем-то красить. А это стоит материал вообще-то и копейки. Если я его обдеру каким-то образом, он мне будет ободранный или запачкаю. Я его просто оторву и пристреляю новый. Получилось довольно порнушно, неравномерно распылить у меня этот утеплитель. Вот у меня тут припасенный пеноплекс. Сейчас обрезки распределю. Оптимально пеной залью и зашью так же, как здесь, ОСБ. Вот как раз у меня здесь сороковые трубы, сороковка. Как раз сороковой пеноплекс сюда влезает. Полинор отодрал. Буду зашивать так же, как и сами створки. Здесь у меня тоже все заделано. Щели, насколько я мог, заделал. Полистой резиной. Ну и еще тут нащельники будут. Зашиваю остатки. Самый верх осталось зашить. А когда зашью... Сейчас покажу. Здесь у меня такая штучка. Здесь у меня такая штучка с резинкой, с ресничкой. Я вот так вот прикручу. И щель закроется. Дуть не будет. Все, финиш. Зашил наконец-то. Осталось только нащельники сделать. Ну и всякие там мелочи, чтобы не дуло. Но это уже можно делать и с закрытыми воротами. В теплом гаражике с натопленной печкой. Продолжаю зашивать ворота свои такой вот пенкой. Теплоотражающей с фольгой. Она тут всего, не знаю сколько там, 3 наверное миллиметра. Зашил половину прохода. То есть как бы одну воротину. И скажу вам, что эффект уже ощущается. Хоть и утеплены были ворота. Но как бы эффект сохранения тепла лучевого налицо. И кроме того, тут морозы были под минус 18. Когда саморезы, которые у меня вкручены, там вот металлический профиль, они обледенели. И вот этот засов, он поскольку привязан был к металловому вороту. Он как мостик холода промерз. В общем, минимум покрылся так достаточно сильно. Я скорее всего его тоже такой же обтяну теплоизоляцией. Вот этой пенкой фольгированной. Чтоб мне не образовывалось налить это. Вот. Но, конечно, все равно без утепленного потолка и стен. Довольно-таки долго гараж нагревается. Несмотря на мою достаточно эффективную печку с вентилятором. Впереди еще, конечно, на очереди утепление потолка. Закончила вторую створку зашивать. Получилось более-менее аккуратно. Эффект тоже ощущается. Я ожидал меньшего. То есть забор там сейчас где-то минус 12-13 градусов. Градусник у меня, правда, показывает минус 9. Но на самом деле минус 12-13. Просто датчик нагрелся. У меня вот в этой части ворот снаружи. Ну, а здесь почти плюс 20. Раньше мне таким количеством дровов больше 15 градусов. Здесь в такую погоду натопить не удавалось. Эффект охрененный. Где-то разница градусов 6-7 дает эта пленка. И всего-то какие-то 5 миллиметров. И фольга. И она сейчас даже раньше ворота трогаешь. Они холодные были. А сейчас они такое ощущение, что теплые. На самом деле это просто лучевое тепло отражается. Продолжение следует...